Это программа «Бизнес-принцип». Меня зовут Юлия Хлобыст. Здравствуйте. В рамках образовательного проекта «Бизнес-среда», который организовал и проводит опоры России в Перми, проводятся встречи с действующими предпринимателями и экспертами бизнес-сферы, которые не просто отвечают на вопросы начинающих предпринимателей, но и делятся собственным опытом, отвечая на самый главный предпринимательский вопрос – как сделать свой бизнес эффективным. Тема очередного семинара «Бизнес-сред. Как заполучить лучших сотрудников, затратив минимум усилий, денег и нервов?» Именно на этот вопрос ответит специалист по управлению персоналом Альбина Мамедова, которая сегодня гость нашей студии. Альбина, здравствуйте. Добрый день. Вы как HR-специалист, который работает в разных сферах бизнеса, есть ли, на ваш взгляд, сегодня более или менее проблемные сферы или специальности, те, где сложно подобрать квалифицированных специалистов? Смотрите, на мой взгляд, нет прям проблемной сферы, есть сферы более или менее специфические. Эта специфичность, она отражается на том, как долго, например, вы будете искать этого специалиста. То есть найти можно любого человека, я искренне придерживаюсь этому мнению. Если вы ищете такого человека, который, в принципе, в мире существует, то все реально. Но, к примеру, приведу отрасль IT-технологий, очень активную, популярную, развитую в наше время, специалисты очень востребованы. Вообще нельзя сказать о том, что специалистов на рынке нет, напротив, их очень много, их огромное количество, они классные, они профессиональные. Но здесь стоит вопрос о том, что поскольку они очень востребованы, в последнее время у меня лично возникает ощущение о том, что в переговорах начинают доминировать эти специалисты. То есть они сами выбирают, куда они пойдут. У них есть пять предложений о работе, это и стартапы, и крупная компания и так далее, и тому подобное. И они сами выставят вам ценник, за который они к вам пойдут работать, они еще подумают, и вы еще за ними, возможно, побегаете. Вот это такой небольшой перекос, который, на мой взгляд, бросается в глаза в связи, там, не знаю, с огромным количеством стартапов, связанных с криптовалютами современными и так далее. Это стартаперы, которые приходят, ударяют с программистами по рукам и говорят, все, давай работать. Нет никакой волокиты формальной, компании проигрывают по времени. А, к сожалению, если мы говорим про какой-то грамотный рекрутинг и процесс подбора, то все должно быть быстро. То есть максимально короткие промежутки времени между коммуникациями с потенциальным кандидатом, между оффером и предложением работы и так далее. Вы сейчас говорили больше о, так скажем, ну, таких современных специальностях и современных сферах деятельности. А есть ли, скажем, умирающие специальности и умирающие сферы деятельности? Умирающие специальности, на самом деле, где-то они тоже нужны. Тут, скорее, это полезно и выгодно с позиции кандидатов, которые являются носителями умирающего опыта. То есть, например, есть какие-то очень-очень-очень редкие технологии, например, такое-то производство. Таких специалистов, их 5 человек, они работали на каких-то заводах 30 лет назад, и все их пытаются найти. Они им готовы предложить любой ценник, потому что, ну, и меня не искал выбирать на рынке. Когда у работодателя горит работа, и когда у него нет выбора, он, безусловно, заключит трудовые отношения именно с вами. То есть здесь мы получаем такой плюс со стороны тех кандидатов, которые являются носителем уникального какого-то опыта. Сегодня существует мнение среди предпринимателей, что совершенно точно, что хороший человек – это не профессия. Но, с другой стороны, есть люди, которые уверены, что вот компетенциям как раз можно научить. А воспитать какие-то такие позитивные коммуникативные навыки, вот это гораздо сложнее. Как вы считаете? Я полностью с этим согласна. Я, в принципе, придерживаюсь мнения о том, что профессиональный сотрудник, он в том числе и, возможно, даже в первую очередь должен быть хорошим человеком личностно. Хорошим – это значит, как минимум, честным и добросовестным. Дальше уже я не ухожу в какие-то там личные особенности, потому что если вы не доверяете своему сотруднику, если вы его подпускаете к своей внутренней какой-то конфиденциальной информации, ну, вы должны пенять на себя и вы должны понимать о том, что что-то может в какой-то момент произойти. Плюс такие сотрудники, помимо того, что они не приживутся в коллективе, потратят кучу ваших нервов и так далее, они могут разладить на внутренний ваш коллектив. То есть это ситуация, когда приходит какой-то менеджер, он уходит потом сам, уходят сотрудники или он уводит лучших сотрудников. Это один кейс. Другой случай – это когда люди неплохие, все люди, они хороши по-своему, я считаю, и если человек находится на нужном месте, то он будет эффективен. Пример. Например, сотрудники, которые очень любят конкурировать. Это соперники, они попадают в вашу среду, они начинают, соответственно, проявлять себя таким же образом. А это есть хорошо вообще для процесса организации работы? Иногда это хорошо, но, скорее всего, такой сотрудник. Или это, например, коммерческий отдел, это продажники, они должны соперничать, там должен быть какой-то адекватный уровень этого соперничества, тоже без перебора. Но если, например, человек личностно очень автономный, очень специфичный, возможно, ему подойдет какая-то работа, которая не связана будет со взаимодействием с вашей командой, и это очень классно, если вы найдете ему применение, он будет работать автономно, не разрушать общую атмосферу. Я думаю, что он тоже будет максимально эффективен. Ну вот следующий вопрос, который совершенно логично вытекает из всего того, что вы сказали, к вам, как к HR-специалисту, а как вообще просканировать вот эти личностные качества, когда у вас перед глазами только резюме с перечнем каких-то профессиональных достижений? Ну и, возможно, там хобби. Ну, смотрите, даже, возможно, хобби иногда тоже очень многим говорит, я редко. Ну все же пишут, в общем-то, под копирку автомобили, литература, я не знаю, там, приготовление еды вкусной, ну и так далее. Некоторые могут прям эссе написать, на самом деле, я тоже, наверное, посоветую соискателям, потому что я люблю давать советы им тоже. Не пишите очень большие письма себе, их очень сложно читать, это находится в конце резюме, постарайтесь делать это кратко и самое важное, по поводу того, как сканировать. Много действительно видно даже по бумаге, потому как человек составляет резюме. Я люблю резюме, которые не скопированы из интернета, то есть если вы ищете должностную инструкцию маркетолога и скопировали себе его обязанности в резюме, я это увижу, мне это не очень интересно. Если вы написали конкретно от себя, пусть как-то там не литературно и не супер профессионально, то мне это понравится, я понимаю конкретно что, где вы делали. То есть должен быть такой авторский подход. Авторский подход, на самом деле есть куча авторских примеров резюме, мне кажется, это сейчас тоже очень востребовано, люди заказывают резюме в Москве, по крайней мере, чтобы мы сделали и форму, и дизайн, и может быть это корректировали, потому что это важно, это ваше лицо. Потом уже, когда я начинаю общаться с человеком, это тоже все прослеживается, то есть элементарно, стиль общения, насколько вы даже неграмотно, культурно отвечаете по телефону, как вы обращаетесь к вашему специалисту, кто же с вами говорит, элементарная ответственность, пунктуальность, это все тоже говорит очень о многом. Какие ошибки чаще всего совершают компании при приеме сотрудников на работу? Ошибки. Здесь тоже, что достаточно просто, прям могу структурировать. Первое, сами не понимаете, кто вам нужен на работе. Вот вы даже, может быть, написали, что это должен быть HR-специалист, но HR это такая широкая сфера, как и многие профессии, что там можно заниматься и обучением, и подбором, и мотивацией, кто конкретно вам нужен, что вам нужно. Сядьте и напишите. Нам нужен сотрудник, который будет заниматься, пункты 1, 2, 3, 4, 5. Опять же, не надо писать воды, так называемой, когда все размыто и непонятно. Напишите сами. Согласуйте это все с руководителями, чтобы вы все понимали, кого вы ищете. Потому что на этапе подбора через полгода оказывается, что он искал одного, а другой руководитель, вообще ему нужен другой человек. Но тут тоже не закончится ничем хорошим, это первая ошибка. Второе. У вас должна быть большая выборка кандидатов. Если вы посмотрели двух и выбрали из двух, или вам необычайно повезло, такие случаи тоже бывают, когда прям сразу вау, сотрудник, надо брать, я считаю. Но чаще всего, если вы посмотрели двух, то вы не посмотрели остальных 20, которые могли быть намного более эффективны и профессиональны. Поэтому время тоже не нужно свое слишком сильно экономить. Посмотрите хорошо по рынку. А вот на кого, с вашей точки зрения, компаниям, я имею в виду соискателей, вообще не стоит обращать внимание? Ну и, соответственно, этот же вопрос, наверное, будет интересен и самим соискателям. То есть, чего не указывать? Вы уже частично ответили на этот вопрос, говоря о резюме и все-таки? Со стороны компании, на кого не стоит обращать внимание? Ну, не любят сотрудников, которые часто меняют работу. Это тоже для кого не секрет. Да, если человек не задерживался более 8 месяцев на месте работы на каком-то, он, скорее всего, объясняет это тем, что он плохой руководитель, плохой коллектив. Я решил поменять свою сферу деятельности и так далее. Ну, а какая длительность считается нормальной? 2-3 года, 5 лет? Ну, даже полтора года, на самом деле, я считаю адекватной длительностью. Я всегда уточняю. И, в принципе, грамотный рекрутер, грамотный специалист, он должен уточнить, потому что мало ли что действительно случилось. Может быть, компания закрылась. Такое бывает. Они расстаются по соглашению сторон, сотрудник в этом нисколько не виноват. То есть, полтора года плюс, это здорово, это классно. Сотрудники, которые 7 лет работали в одной компании, прошли путь от начала до конца, их с руками вообще торгут на рынке. Слушайте, а если длительность 15-20 лет, вот такой сотрудник представляет собой интерес для HR-специалиста? Он представляет интерес, как сотрудник очень стабильный. То есть, я еще люблю сотрудников, которые, они прям преданы своей компании, они профессиональные, они в рамках этой компании за 15 лет тоже могут много чему научиться, особенно если это какой-то малый или средний бизнес. Чаще всего там департаменты структурированы не очень четко, и там функции очень размываются, и человек, будучи в этой компании, он учится очень многому. Он там подменяет секретаря, подменяет офис-менеджера, подменяет продажника, я не знаю, хоть кого. То есть, эти люди неэффективны. Плюс у таких людей, если вы тоже являетесь таким человеком, вы пишите прям, компания, в которой работал 13 лет, первая должность такая-то и так далее. Прям хронологически многие пишут. То есть, прям не разбивайте это на несколько строк резюме, пусть это будет один однородный опыт. Вот сначала зашел с секретарем, потом меня передвинули туда-туда-туда, и я сразу вижу путь развития человека, сразу понимаю, что он классный, и, скорее всего, он классный во многом, поэтому я с удовольствием с ним пообщаюсь. В рамках семинара, который вы проведете, один из вопросов, на который, опять же, вы планируете дать ответ, звучит так. Как обезопасить себя от перебежчиков и разведчиков? Вообще, что это за люди, и насколько реальное их появление в некрупных компаниях? Эти люди есть, к сожалению, для того, чтобы все мы с вами, наверное, держали руку на пульсе. Кто они такие? Это может быть, опять же, не очень хороший человек, о котором мы с вами поговорили. Это нечестный человек. Ну, к примеру, вы запускаете стартап. Он может попасть в вашу команду, посмотреть, что вы делаете, изучить детали, подробности, взять внутреннюю информацию и открыть такой же проект. И никто, возможно, даже его за это не сможет наказать. Возможно, поэтому стартаперы, наверное, любят близких людей поначалу привлекать к себе в команду, пока все еще разрастается. Потому что команда маленькая, в принципе, к информации доступ есть. То есть это люди, которые могут забрать клиентскую базу самых крупных ваших каких-то там клиентов. В общем, мы опять возвращаемся к вопросу о личных качествах, которые профессиональный рекрутер должен как-то сканировать. И последний вопрос. Вы сейчас живете и работаете в Барселоне. Так вот, насколько опыт на работу там и поиск вакансий отличается от этих же процессов здесь, в России? Смотрите, я на самом деле работаю, несмотря на то, что я нахожусь не в России. У меня все проекты, они находятся в России. Это в Пермь, Москва, Санкт-Петербург, разные города. Но это не Европа. То есть я все свои процессы выполняю удаленно, либо когда я бываю в России. Но все, что касается рекрутинга за рубежом, во-первых, там рынок к этому больше привык, потому что рекрутинг, он пришел к нам оттуда. Там для человека более привычно, что звонит какой-то человек-другой, какой-то специалист, начинает с ними общаться. И он, ну то есть я координирую его полностью по всем процессам, связанным с, когда вам нужно приехать, что вам нужно с собой взять, там все собеседования, все интервью. То есть появляется еще какой-то третий человек. К этому российский рынок готов не всегда. То есть, возможно, компании готовы, если они, например, сотрудничают с кадровыми агентствами и так далее. Но когда это какой-то специалист, то кандидат, которому ты, например, звонишь, с которым ты общаешь, им часто кажется, что это какой-то розыгрыш. Такие случаи были. Ну то есть российский рынок поиска работы и найма на работу, он еще находится в стадии развития? Ну на самом деле он очень развит. Это очень большое количество классных рекрутинговых кадровых компаний и агентств по всей России. Наверное, кандидаты не все. Возможно, это более там люди, у которых там возрастной порог какой-то более высокий. То есть они не совсем понимают, кто и почему с ними разговаривает. Молодые ребята, они знают, они сразу называют меня правильным именем, обращаются ко мне, задают вопросы. То есть им это известно, потому что это позже просто появилось у нас в России. Спасибо, Альбина. Надеюсь, что те советы, которые вы сейчас озвучили, пригодятся тем, кто находится в поиске работы или в поисках сотрудников. Альбина Мамедова, HR-специалист, была сегодня у нас в студии. Меня зовут Юлия Хлобыст. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин